Сегодня поговорим о двойниках лисички. В лесу встречаются иногда грибы, которые очень похожи друг на друга. Допустим, мы видим лисичку и вот еще один гриб. Это ежовик желтый. Сейчас посмотрим насколько как он отличается от лисички. Вот у ежовика вместо морщинок, как у лисички, у лисички не пластинки, а морщиночки такие. А у ежовика шипики, как иголки у ежика. Иногда возникают такие вот странные ситуации. Рассказывал мой друг, когда его сын набрал целую корзину вот таких ежовиков. Вот и принес, говорит, батяне вот так и так, вот смотри я набрал. Вот так вот этот друг просто заставил сына выкинуть все это поганки. На самом деле ежовики очень ценные грибы. В Европе вообще считается деликатесом. Вот. Но с другой стороны, как спутать вот с лисичкой, ну просто, просто, ну трудно даже представить для опытного грибника. Но тем не менее, вот такие ситуации тоже встречаются. То есть, по внешнему виду сверху они очень похожи, а вот внутренние, с внутренней стороны, вот видите как с внешней стороны у них хорошо все практически совпадает. Вот. Вот это вот здесь, вот у нас такие шипики. Тоже идет на все виды заготовок. Вот в мариновку, в супы. И, в общем, идеальный гриб. Вот. И выбрасывать его не надо. Пусть он и является двойником, но двойник вполне достойный, вполне хороший. Растет в сосновых лесах, ну в таких хвойных, где елка и сосна есть. Вот. В лесу не смог снять, потому что кончились аккумуляторы. Вот пришлось снимать уже, находясь дома. Ну, в своей избушке. Вот. Так что, вот ежовик желтый. Прекрасный гриб. Вот. Его тоже можно брать, не боясь. Это не поганка, это не ядовитый. Это прекрасный, хороший грибочек. Все. Спасибо. Спасибо.